В Октябрьской области семья готовилась встречать гостей перед свадьбой, но в итоге осталась без крова. В доме по неустановленным пока причинам взорвался газ. Он полностью разрушен. Четверо взрослых с ожогами попали в больницу. Двое детей не пострадали по счастливой случайности с деталями Динара Уркумбаева. Сегодня в этом доме на окраине села Маржан-Булак должны были встречать сватов. Гостям готовились уже несколько дней. Вчера были финальные штрихи. Заправляли салаты, жарили баурсаки, но праздничный переполох закончился чрезвычайным событием. В три часа дня в доме неожиданно произошел взрыв. В этот момент там находились четыре человека, трое взрослых и 17-летняя девушка. Я как-то раз выходил из своего дома, вот он рядом, и собирался к ним зайти. Тут вдруг сильный взрыв. Меня обратно занесло. Успел очнуться, забежал в дом и вынес оттуда свою дочь. Она на полу лежала. Остальные сами кое-как выбрались. Первыми на помощь выбежали родные и пострадавших. Они живут в этом же дворе в двух шагах. Удивляются, что их дом уцелел. А вот разрушенный вряд ли подлежит восстановлению. Стены и кровля рухнули. Сейчас близкие разбирают завалы и собирают уцелевшие вещи. К счастью, после взрыва не началось возгорание. Иначе могло быть гораздо печальнее, говорят специалисты. С утра здесь уже работает аварийная газовая служба. Выясняют причину произошедшего. Автоматика, провода не поплавились. Получается. Тут все целые. Все провода, все контакты, все целые. У пострадавших супругов двое детей 9-10 лет. К счастью, в момент взрыва они были в школе. Но мать и отец получили ожоги лица и рук. Такие же травмы и у двух других родственников. Один ребенок, 17 лет, доставлен был в Центр охраны материнской детства с диагнозом термический ожог. Два взрослогоспитализированы с диагнозом термические ожоги. Первая и вторая степень, там процент около 10%. По словам спасателей, в доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Но газового баллона на месте не обнаружили. Поэтому пока даже предварительных версий, от чего мог произойти взрыв, в ДЧС затрудняются сказать. Динара Уркумбаева, КТК, Октябинская область.